Вот берем такую 200-литровую бочку и попытаемся сейчас изготовить перч для приготовления древесного угля. Здесь главное это сделать так, чтобы эта бочка хорошо закрывалась. Мы взяли вот старый тазик. Если здесь вырезать, то потом проблематично найти крышку, как бы она не прилегала, она будет неровная. А мы предполагаем, что мы вырежем такое отверстие, чуть меньше, потом вот этим тазиком накроем. Но если будет уже дым сочиться, значит подсос воздуха, значит мы здесь просто прослепим землей. Посмотрим, что у нас получится. Отверстие вырезаем на сантиметр меньше, чем диаметр этого тазика нашего, который мы отмеряли. Ну вот мы сделали, вырезали крышку. Здесь можно даже завесики прокрутить, она будет тогда открываться, закрываться еще. Если найдем что-то, то сделаем. Мы ее поставим на кирпичи и вот здесь, видите, пробочка, мы ее открутим, подадим воздух тоже с пылесоса, чтобы хорошо горела, был поддув, тогда она будет быстрее. Ну, мы так планируем, посмотрим, что получится. Мы установили бочку, чтобы на нее удобно было залазить. Положил остатки второй бочки отрезанной, как постамент, как лестница, чтобы залазить. Дрова уложили внахлёст друг на друга. Ну, если бы у нас не было снизу поддова, то надо докладывать дрова постепенно, они горят и туда подбрасывают. Но мы рассчитываем, что поддов сделает свое дело, будет гореть. Вот здесь у нас дырка, сейчас попробую показать. Вот, а потом, когда уже перегорит, там пробочку закрутим и сверху закроем крышкой. Ну, что, вперед поджигаем. Процесс горения пошел, я рассчитывал там же сто отверстия внизу с пылесоса дьмухнуть немножко, чтобы поддов сделать. Ну, учитывая, что сегодня ветер, и я смотрю, она естественным путем горит очень хорошо, даже шум идет. Ждем, пока наверху не появятся языки пламени. А дальше уже будем, наверное, закрывать. Ну, вот, перегорело, вверх уже пламя было, сейчас пошел сизый дым. Закрываем нашим тазиком. Вот в чем проблема, что закрыть, закрыть плотно невозможно. И обкладываем землей. Тазик установили наверх, засыпали песком, чтобы не просачивался дым, не было доступа кислорода. Снизу тоже наша пробка закрыта. Ну, будем ждать сейчас, пока не остынет полностью бочка. Главное, чтобы наше сооружение не взлетело. Бочонок ночь простоял. Полностью, естественно, охладился. Открываем. Убираем подсыпочку, чтобы мы закрывали, чтобы не было подсоса воздуха. И смотрим, что у нас получилось. Ну, для первого раза очень неплохо. Для первого раза очень неплохо, очень хорошие, крупные и качественный уголь получился. Ну, здесь надо смотреть, если чуть-чуть не додержали, а это, как правило, верхние не догорают. Их потом, если он не ломается, отбросить на следующий раз. Хотя вот этот пойдет. Ну, вот отлично, полбочки угля. На день работы хватит. Ну, вот с одной бочки дров, такой 200-литровый, получается порядка двух мешков угля. Ну, вот-б eliminatePhil. Исп Indonesарм, like, paper карты. До свидания, gotta... Пока.